Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Новая волна управленческих кадров в филиале Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы вручили дипломы. Ради безопасности прокуратура республики проводит масштабную проверку законности установки ряда камер видеофиксации на дорогах Чувашия. Фото в помощь. В Чувакстарах стартовал социальный проект в поддержку бездомных животных. Новая волна управленческих кадров. Сегодня вручили дипломы выпускникам филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы. Студентов приехал поздравить глава региона. Сегодня их наряды конфедератки и мантии. Сразу более 30 студентов вуза получили красные дипломы. Самый массовый выпуск у кафедры госслужбы. Советные документы вручил глава региона. Евгений, поздравляем. Успех, удачи. Алина, поздравляем. Кто так взволнованно? Да? Там улыбки идет, вам надо больше улыбаться. Михаил Игнатьев отметил, что у студентов вуза открываются большие перспективы. Среди выпускников Академии члены правительства, депутаты госсовета, главы муниципалитетов. Весьма наглядный пример. Все начинается с малого. Профессионализм и терпение помогают шагать вперед по ступеням карьерного роста. Сегодня практически законодательная база обязывает всех работодателей на государственной и муниципальной службе проводить открытые конкурсы. Вы имеете право участвовать на этих конкурсах и, представляя себя, будете зачислены в кадровый резерв или государственной службы, или муниципальной службы. То надо здесь представлять себя, подавать себя, иметь какой-то... Во власти, отметил глава региона, нужны не только блестящие образованные люди. Быть лидером по характеру, уметь оперативно принимать решения. Главное – качество управленцев. Для меня ключевое слово в любом возрасте является принцип трудолюбия. Я начал работать после получения в реальном секторе региона. Когда нас направляли, теплом получил, давали возможность пять направлений, из трех направлений, из двух направлений выбирать. И выбор на небольшой был. Я поехал хипром работать в городе, научил сашки. Работать техникой и электрикой. И поработал потом армия, служба советской армии и пошла поехать. Будущих управленцев готовят по учебникам. Многие пособия написаны преподавателями вуза. Об этом главе региона рассказала библиотекарь академии. Преподаватели читали, где-то там они ездят, практикуются. Производственные практики проходят на возмездной, безвозмездной основе. Нужны люди, которые на государственном муниципальном управлении, еще кроме того, чтобы выполнить закон о работе, еще по совести должны поступать. В разгаре работа приемной комиссии. Большинство абитуриентов подают документы на специальность государственное и муниципальное управление. В академии реализуют и программы повышения квалификации. Какие чувства проводили вас после пенсии? Как бы будущие специалисты, будущее в наших руках. Все это держится на нас. Быстро оформляете? Да, достаточно. Вежливо разговариваете? Конечно. В этом году у вуза круглая дата. За 20 лет работы в академии подготовили более 6 тысяч квалифицированных специалистов. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Вернуть камерам видеофиксации свое истинное предназначение. С таким призывом президент страны Владимир Путин выступил на заседании Госсовета в конце июня. Использование этих средств должно снижать аварийность на дорогах и помогать сохранять человеческие жизни. В большинстве своем они пока помогают ГИБДД собирать штрафы с нарушающих закон автомобилистов. Сотрудники республиканской прокуратуры проверили, как обстоят дела на дорогах Чувашия. В масштабной проверке задействованы все подразделения прокуратуры. Картина складывается неблагоприятная. Хотя в целом цифры показывают снижение аварийности, смертности и травматизма. Анализ аварийности показывает точечные проблемные точки, на которые, на мой взгляд, следует обращать внимание всем уполномоченным должностным лицам. Во-первых, в два раза увеличилось количество человек, погибших в ДТП с участием находившихся в состоянии опьянения водителей. Выявлены прокурорами факты, свидетельствуют о недостаточности принимаемых сотрудниками правоохранительных органов. В первую очередь, это управление ГИБДД МВД по Чувашии, мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. На 17% увеличилось количество ДТП с участием детей. Плохие дороги, слабая освещенность, отсутствие необходимых дорожных знаков – все это приводит к авариям. Больше всего их происходит на федеральных трассах М7 «Волга», Москва-Уфа, А151 «Цивильск-Ульяновск». По закону, передвижные видеофиксаторы должны устанавливаться на самых аварийных участках, где в течение месяца происходит не менее трех ДТП с пострадавшими. И тут свое слово должны сказать бы сотрудники ГИБДД. На аварийно-опасных участках дороги М7 «Волга» – это 651-й километр – произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, пострадало 8 человек. На этой же дороге, уже на другом километре, 671-м, произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, погибло 4, пострадало 8 человек. Такая же ситуация и в других городах. Однако на этих аварийно-опасных участках средства фиксации не были установлены по непонятным нам причинам. Информация о необходимости, что там нужно устанавливать эти передвижные комплексы, из управления ГИБДД в казенное учреждение Чувашу Продор, которое обслуживает эти комплексы, не направлялось. Передвижные комплексы, в народе их называют еще «треноги», устанавливались не там, где положено по закону, и есть необходимость устанавливать их по требованиям действующего законодательства, а в иных, назовем как это и не звучит, более «выгодных», в кавычках, с точки зрения сбора штрафов места. Камеры устанавливались там, где вообще ДТП не происходило. Вообще никаких пострадавших не было. Но там устанавливали их 26 раз. Это в год, да? Да, в течение года. В ходе проверки выяснилось, что Центр автоматической фиксации за полгода зафиксировал более 450 тысяч возможных нарушений правил дорожного движения. Более 350 тысяч водителей были привлечены к ответственности. По 92 тысячам фактов никаких мер принято не было. Вероятно, полицейские сомневались в правомерности записанных на видеонарушений. Но прокуроры обратили внимание на то обстоятельство, что одни водители привлекались к ответственности, а другим ее явно удавалось избежать. Это были обладатели так называемых «красивых номеров». В отношении собственников транспортных средств с необычными, в кавычках скажем, да, номерами, такими интересными или красивыми, как их в народе говорят, это, например, 3 семерки, 3 пятерки, 600, 001, 003 и так далее. Вот такие факты есть. Причем собственники этих транспортных средств являлись руководители серьезных коммерческих структур, да, принимались решения об отсутствии нарушений правил дорожного движения, отбракования этих материалов, фото-видеофиксации и последующим вообще уничтожения. Несколько десятков таких случаев. Мы считаем, что здесь не так все чисто. Сейчас компетентные органы разбираются в законности таких действий. Мы внесли уже акт реагирования по нашим требованиям. Десять руководителей Управления ГИБДД по всей республике привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе и руководители Центра этой фиксации, да, еще на рассмотрении находится еще одно представление прокурорское, да, где изложены более детально, более усиленно, да, какие-то факты, требующие проведения служебных проверок и выяснения всех деталей. Деньги вперед требовал продавец в известном фильме и, как показывает практика, был прав. Покупатели тоже могут обмануть. Жители Казани задержали по подозрению о мошенничестве. Молодые люди убеждали, что товар оплачен безналичным способом. Однако деньги до владельца так и не доходили. Подробности в сюжете. При продаже телефона у меня дома. Пострадавшая жительница Чебоксар рассказывает, при каких обстоятельствах встретилась с задержанным. Она разместила в интернете объявление о продаже айфона седьмой модели. Молодой человек вместе с приятелем явились к ней под видом покупателей. За товар должны были расплатиться безналичным способом. Деньги показал ячек. Далее что происходит? Далее что происходит? Жительница Чебоксара отдала айфон молодым людям, но деньги за него так и не получила. Наслед предполагаемых мошенников напали сотрудники управления уголовного розыска МВД Почувашии. Как и предполагалось, подозреваемые оказались гастролерами. В ходе отработки и проведения оперативных мероприятий, было установлено, что они находятся на территории города Казани. Жители Казани, 23-25 лет, были задержаны полицейскими в тот момент, когда пытались таким же способом обмануть своего земляка. Но совесть, ранее судимые за имущественные преступления, тандем явно не мучает. Два, три. Похищенный таким способом телефон Казани. Казанцы успели реализовать за полцены от его реальной стоимости. В Амбаре. Где в Амбаре? В Казани. За сколько? За 20 тысяч. Только в нашей республике по оперативной информации молодые люди причастны к трем фактам мошенничества. Пришли данные от коллег из других регионов, где зарегистрированы аналогичные преступления. Пострадавших просят позвонить по телефону 24 20 49 или 8 906 130 06 41. В Чувашии начались работы на объектах, которые в этом году попали в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Контракты с подрядчиками заключили в середине июня. О том, что успели сделать за месяц, Ольга Пырочкина. Парк культуры отдыха в Урмарах. Попытки облагородить 2000 квадратных метров в территории местные власти предпринимают уже несколько лет. Шесть лет назад здесь даже начали санитарную вырубку и подготовили проект, который так и остался на бумаге. И вот новая возможность закончить начатое. Объект попал в федеральную программу формирования комфортной городской среды. В ландшафтном дизайне есть такое понятие, как английский сад, когда заросли, которые образуются специальными растениями, плавно переходят в лесной массив. Но в Урмарах явно стремились не к этому. Лебеда в человеческий рост, про культуру и отдых напоминает только детский городок, который соседствует со старой площадкой. По плану до конца лета здесь должны появиться проезды и дорожки. Контракт заключили в середине июня. За это время подрядчик успел только привезти к кучу песка. Работы еще пока не начаты, хотя и вот видим песок речной завезен. Деньги, значит, федеральные выделены. Общая сумма финансирования здесь почти 5 миллионов рублей. Срок завершения 31 августа 2019 года. Реализация контракта под контролем министерства. Это значит, что приехать сюда придется еще не раз. Инициативная группа деревни Старый Урмары решила, что для комфортной среды не хватает ровного футбольного поля со специальным газоном. Мы тут играем, приходим. Тут мальчики собираются, начинают играть. Я хотела бы, чтобы было такое же поле, но только лучшая сетка, чтобы было. Подожди пошли, перестали работать пока по этому объекту. Первый слой сняли. Дальше подрядчик должен вложить специальную смесь и засеять газон. Правда, специалисты опасаются, что его могут съесть. Сделать ограждение тоже планируют, но не в этом году. Здесь уже заселение поработаем. Тут уже само собой, чтобы здесь козы, овцы не гуляли. В Чебоксарском районе в этом году должны благоустроиться несколько объектов. Один из них – сквер в деревне Старые Тренькосы. Здесь он должен стать главной достопримечательностью. Мы здесь планируем открыть небольшой сквер и площадь павшим воинам Великой Отечественной войны. Соответственно, благоустраиваем перед памятником площадь. И, соответственно, выделяем отдельные места для детей. Для них мы установили тренажеры спортивного характера. И для детей, как я уже сказал, установили детскую площадку. Работы еще не завершены, но дети окончания дожидаться не стали. В общей сложности в республике на этот год запланировано благоустроить 31 двор и 30 общественных пространств на сумму около 400 миллионов. Есть районы, которые вроде бы еще не опаздываем, но нужно бы потянуться. Поэтому с нашей стороны, с стороны Минстроя, будет это контроль и качество за выполненные работы и контроль за сроком исполнения контрактов. Срок по большинству контрактов – 31 августа. Исключение – Дориспарк в Чебоксарах. Там благоустройство должно завершиться до дня города. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Программа инициативного бюджетирования стала одной из самых востребованных в районах Республики. Жители сами решают, что бы они хотели изменить в облике своего села, деревни и получают финансовую поддержку из республиканского бюджета. Так, в Янтиковском районе уже реализуются 29 проектов. На улучшение инфраструктуры выделено более 18 миллионов рублей. Работы ведутся на разных объектах. Благодаря этому будет отремонтирован обелиск участникам Великой Отечественной войны в деревне Тенеева. Установлена детская площадка в деревне Ураскосы. Установлены домики на кладбищах деревень Новая Буянова и Старая Буянова и другие. Напомним, в рамках программы инициативного бюджетирования в 2018 году в районе реализовано 6 проектов на общую сумму 11 миллионов 866 тысяч рублей. Пилотажная группа «Стрижи», «Хор Турецкого» и другие подарки чебоксарцам к 550-летию. Жители и гостей столицы в день города ожидает грандиозная праздничная программа, расписанная на неделю с 18 по 25 августа. Кульминации праздника, назначенные на 24 августа, сообщили сегодня на организационном комитете в мэрии Чебоксар. В этот день по всему городу развернутся творческие площадки. Назначены спортивные соревнования. На заливе ожидается дефиле яхт. Подробнее о планах мероприятия смотрите в понедельник. Герой России, наш земляк Николай Гаврилов, активный участник юбилейного медиапроекта столичной администрации. Почетный гражданин Чебоксар. Частый гость в трудовых коллективах. Сегодня он встретился с работниками Чебоксарского электроаппаратного завода. Николай Гаврилов познакомился с историей предприятия, узнал о новых проектах и современных направлениях работы. С продукцией завода он знаком не понаслышке. Мне приятно было увидеть, что часть электроприборов, выключателей, реле используются на самолетах и вертолетах. И я узнал мои выключатели в кабине, которые я часто и щелкал. И они безотказно всегда работали, потому что без электричества сейчас ни одна техника, ни одна машина не работает. Слова благодарности за качественную и нужную продукцию генерал-лейтенант авиации высказал работникам предприятия. В преддверии 550-летия города трем заслуженным электроаппаратчикам он вручил юбилейные медали. Григорий Карпилов на заводе начал трудиться с 16 лет. Собрал и запустил первый в городе светофор. Прошел трудовой путь от рядового электрика до заместителя главного энергетика завода. Получить такую награду из рук героя особенно ценно, отметил он. Фото в помощь. Социальный проект в поддержку бездомных животных запустили нервонадушные горожане. Задача – привлечь внимание к необычным жителям приюта. Юлия Важенина подробнее. Это Бруно. Он появился в пункте передержки полгода назад в новогодние праздники. Пес стал не нужен своим хозяевам после операции на лапе. Как только они поняли, что гончая потеряла свои рабочие качества, его выбросили на улицу. Теперь общительный и ласковый пес живет здесь вместе с воспитанниками приюта. А всего их тут уже более 360. Поступают по разному количеству. Видимо, во время сезона, когда начинается весна, по весне у нас в некоторые месяца поступает и по 60, по 70. Последний месяц у нас было всего 34. То есть получается, что как бы вот видимо в тот сезон, когда собачьи свадьбы начинаются, вот тогда и получается у нас больше приток. В основном все собаки адекватные, спокойные, хорошие. Это бывшие домашние. Такие же есть, которых прямо с машин выбрасывали в беременном состоянии. И, соответственно, они попадали, получается, по отлову к нам. Хотелось бы, чтобы люди немножечко относились к живому существу, как к живому. К жизни. Собаке по кличке Радна повезло больше. Она нашла хозяев. Семья Петровых приехала в пункт передержки с целью выбрать себе питомца. И уехала не с пустыми руками. Радна теперь будет жить у них. Подарок день рождения на ребенку старшему. У меня ребенок сказал, да, вот хочу вот ее все. Мне она нравится, потому что она спокойная, ходит на поводке очень хорошо. И служит меня понемножку. В принципе, планировали щенка, конечно, ребенок тоже у нас хотел щенка. Да, но тут столько собак. Может, и польза будет от нас тоже какая-то. Одной собачкой будет здесь меньше, в этом приюте. Она достаточно прям по охранным качествам. Должна оправдать. Мы держим кулачки, чтобы она оправдала. Но еще и как собака она очень хорошая. Активисты столицы Чувашии запустили социальный фотопроект в поддержку бездомных животных. Они надеются, что их фото с известными и успешными людьми поможет привлечь внимание чебоксарцев к проблемам бездомных собак. Фотопроект придуман для того, чтобы помочь найти собачкам свой дом. И мы не могли не принять в нем участие. Знакомьтесь, это Тесса. Тесса Виста. Ей всего полтора года. Она привита, активна и очень любознательна. Тесса ищет свой дом. Ровно как и все 360 собак пункта передержки. Вы только посмотрите на эту рыжую красотку. Возможно, в ней вы узнаете свою собаку. Умница, Тесса. Хорошая девочка. Хорошую девочку, да? В итоге 8 собак нашли себе семью. Но в центре передержки осталось еще больше 350 четвероногих, которым нужны добрые и любящие хозяева. Если вы не можете забрать домой собаку, есть вариант взять ее под опеку. Выгуливать и всячески помогать. А вообще в пункте передержки будут рады любой помощи. Будь то упаковка, корма, помощь в вольере или просто общение с питомцами. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. С начала июня в 13 регионах страны проходит 9-я летняя спартакиада учащихся. В столице Чувашии стала площадка состязаний по самбо. В борцовском зале Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по самбо встретились 200 сильнейших спортсменов. Их возрастная категория от 14 до 16 лет. В красной форме за выход в полуфинал борется Закир Фарходов из Питера. Несмотря на надпись на форме соперника, красный оказывается сильнее. У каждого борца свой план борьбы. Я сегодня боролся по своему плану, выполнил. Я стараюсь отключить рукава соперника и сделать спину с колен. Свою корону бросок. На соседнем ковре девушки. В тяжелейшем поединке победу вырывает девятиклассница Екатерина Воронова из Новосибирска. Когда побеждаешь, очень круто, ощущение крутое. Обычно тренер говорит, что делать. Главное слушаться его и делать то, что он говорит. Тогда все будет нормально. Пока у всех школьников каникулы, у этих ребят по две тренировки в день. Следующий шаг в их спортивной карьере – взрослые соревнования. Они только-только вступают одной ногой на этот мировой уровень. Это талантливые ребята. И уже, скажем так, маленькие звездочки уже видны. И таланты есть. С ними надо работать. Эти же ребята встретятся в конце сентября на первенстве России. И будут бороться за путевку, попасть в сборную команду России и выступить на первенстве мира. По результатам первого дня в активе сборной команды «Чуваши» – одна золотая и две бронзовые медали. В общей сложности в спартакиаде участвуют 12 тысяч спортсменов. Медали разыгрывают в 42 видах спорта. Ольга Пырочкина, Павел Редков. Республика. Это все новости пятницы. Я прощаюсь с вами. Хороших вам выходных.